Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Маркетс с торговыми идеями, где каждый день мы постим, размещаем большое количество аналитического контента как дополнительная помощь, подсказка вам принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня мы разбираем вчерашний крайне волатильный день, постфактум выхода данных по инфляции. Вы знаете, есть некоторое дежавю, если сравнивать то, что мы наблюдали в конце прошлой недели и тем, что происходит сейчас, когда после локального восстановления курса американской валюты мы рассчитываем на фундаментальную поддержку какого-то значимого инфоповода и релиза, но этой поддержки рынку не оказывается, и индекс доллара переходит к снижению. То есть, если неделю назад такая реакция, подобная той, что мы видели накануне, была на выход данных по Non-Farm Perl, сейчас в основу развития нисходящей динамики лег отчет по индексу потребительских цен. Этот релиз мы с вами ждали очень долго, поскольку прекрасно понимали изначально, что инфляция для американского регулятора имеет принципиальнейшее значение, и именно от показателей инфляции зависит дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики, роста ключевой процентной ставки в США. Напомню, что изначально мы ориентировались и ждали базовые показатели инфляции и рассчитывали на то, что он может показать рост хотя бы на 0,1%, но учитывая ту экономическую конъюнктуру, которая сложилась, эти ожидания были более чем логичны. По факту цифры оказались совсем другими. Основной индекс потребительских цен снизился с 8,2% до 7,7%, то есть на 0,5%. Базовая инфляция также, к сожалению, скорректировалась с 6,6% до 6,3%. Вывод, который нужно сделать. Инфляция замедлилась, и вроде бы как ФРС молодец, потому что снижение инфляции подтверждает тот факт, что прежние усилия американского регулятора по активному разгону ключевой процентной ставки и ужесточению монетарной политики уже стало приносить плоды и результаты. Но здесь тоже нужно сделать лирическое отступление и сказать, что рано говорить «го», пока еще не перепрекнули. Если вы помните, некоторое время назад мы также проговаривали сценарий того, как могут дальше обстоять дела с долларом в свете публикации данных по инфляции и ожидания того, как американские регуляторы будут корректировать ключевую процентную ставку. То есть, конечно же, после вчерашнего отчета по инфляции и снижения индекса доллара ниже поддержки 110 пунктов, сейчас индекс доллара котируется на отметке 108 пунктов. Логичный вопрос, что будет с индексом доллара дальше? И, возможно, кто-то из вас уже, друзья, решил, что американская валюта окончательно развернулась, и лучше уже шортить тот же самый индекс доллара, либо против корзины валют, то есть в контексте вот этого инструмента, либо отдельно доллар против каких-то рисковых активов. Но это ваш выбор, друзья. Я считаю, что пока что такой вывод делать еще слишком рано, потому что одного отчета по базовой инфляции, который просигнализировало замедление индекса потребительских цен, еще мало. Ну, как минимум, нужно получить подтверждение. Это как же, так же, как и на рынке с какой-то технической формацией, которая дает сигнал на открытие сделки, но нужно подтверждение еще какого-нибудь дублирующего индикатора, другого индикатора, других факторов. Сейчас для определения перспективы американской монетарной политики и более-менее четкого прояснения ситуации, как можно действовать по доллару, покупать или продавать, нужно все-таки дождаться следующий отчет по базовой инфляции, второй по счету, и посмотреть уже на фактические цифры там. Он выйдет в первой декаде декабря, друзья, то есть еще до заседания американского регулятора, который состоится 13-14 декабря. То есть после выхода декабрьского отчета по инфляции, когда мы будем анализировать показатель индекса потребительских цен за ноябрь, мы будем иметь уже два релиза. И если потенциально, опять же, в декабре мы увидим, что и в ноябре инфляция снизилась, то тогда под конец года будет уместно все-таки рассмотреть возможность на долгосрок уже открытия коротких позиций по индексу американской валюты. Потому что два отчета подряд снижения индекса потребительских цен это уже хороший задел, чтобы порассуждать о том, что американский регулятор, может быть, ему стоит не только замедлить темпы повышения процентной ставки, но и даже взять паузу, чтобы оценить эффект уже ранее принятых решений и принятых мер. И несмотря даже, друзья, на то, что вот есть такие ожидания, мы можем сейчас все равно сделать отсылку на инструмент FedWatch, который подсвечивает вероятность того, как ставка меняться будет дальше. Участники рынка сомневаются сейчас, что ставка будет повышена на 75 байсных пунктов. Я скажу, что это нереально уже после последнего отчета по базовой инфляции. Но вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов остается довольно-таки высокой. Но это все равно уже не такие ожидания, как были раньше. Поэтому продавцы доллара сейчас ликуют и абсолютно уверены в том, что инициатива окончательно перешла в их лапы. Я считаю, что пока что такой вывод, как уже отметил, делать рано, друзья. Лично я сохраню длинную позицию до выхода следующего релиза по индексу потребительских цен. И советую вам, если вы все-таки будете принимать решение о развороте, еще раз вспомнить, что один отчет не меняет общую картину. Для того, чтобы эта картина была более прозрачной и объективной, нужно получать подтверждение в виде еще одного блока макроэкономической статистики. Пока что этой статистики нет. По поводу золота. 1754 доллара за отройскую унцию сейчас, при том, что доллар активно продавили. И то, что сейчас на рынке в ходе азиатской сессии пятницы настроения, по сути, не изменились. Я серьезно допускаю, что уже в ближайшие часы золото может показать еще одну агрессивную волну покупок и протестировать даже сопротивление 1800 долларов за отройскую унцию. Пока что этому ничего не препятствует, потому что доходности американских облигаций дрогнули, ниже 4% по десятилеткам. Индекс доллара пока отходит от вчерашнего отчета и покупатели тоже не знают, стоит ли им сейчас уже ввязываться в эту борьбу, либо уже дать наслаждаться победой локальных продавцам до конца этой недели. Но потенциал роста у золота сохраняется и его, возможно, стоит использовать. Пара доллар-иена 141.46 мы сделали нашу цель и последовал резкий пробой поддержки 145. И, судя по всему, пара доллар-иена будет валиться дальше. Если сохраняете короткие позиции, либо интересно, как на этом дуэте активов можно заработать в моменте сейчас, я думаю, что к концу торговой сессии мы можем увидеть и 140 иен за один американский доллар. Биткоин 17158, поскольку драма вокруг биржи FTX еще продолжается, ни в коем случае, друзья, сейчас не лезьте в длинные позиции. Сейчас наивно полагать, что рынок криптовалют уже достиг своего дна. Учитывая, как быстро меняется новостной фон и в любой момент все-таки может прийти новость подтверждения о том, что эта биржа, по сути, банкрот, еще одна волна распродаж, как следствие цепных реакций банкротства других компаний, которые имели дело с этой биржей, в том числе покупая нативные токены. Все это может снежным комом еще усиливаться и на низкой ликвидности в эти выходные привести к еще одной волне агрессивных распродаж. Я думаю, что мы легко можем увидеть тест поддержки 15 тысяч и полагаю, что это может произойти уже в ближайшие выходные. Британская валюта 1.17 фунт по-прежнему подтверждает статус самого гиперволатильного актива. Больше 300 фунтов в рамках вчерашней торговой сессии. Сегодня очень важный день для фунта, поскольку в 7.00 по GMT выйдут данные по ВВП Англии. Согласно прогнозам, это статистика за третий квартал. Экономический рост в третьем квартале просел на 0,5%. Это будет фактически подтверждением наступления рецессии. Я не сомневаюсь, что мы увидим именно такие данные. И не забывайте, друзья, что еще один важный инфоповод впереди. Это 17 ноября, когда Риша Сунок должен представить бюджетный план спасения экономики. План, который должен покрыться дефицит бюджета на 50 миллиардов фунтов. Я почти уверен, что выше головы он прыгнуть не сможет. Но единственное, что он сможет добиться, если проявит максимум инициативы и собственного красноречия, это нейтральные реакции общественности на те инициативы, которые он должен будет предложить. Но это тоже нереально, потому что люди не могут нейтрально отреагировать на значительное сокращение государственных расходов и повышение налогов. Как раз для того, чтобы были дополнительно найдены средства в объеме 50 миллиардов долларов. Все категории общества будут затронуты, фискальная нагрузка увеличится, и это может стать причиной серьезных потерь британской валюты. Поэтому ждем повторного уже снижения в районе отметки 1.15 и движения ниже. Европейская валюта против доллара 1.0203. Поскольку евро-доллар очень сильно коррелирует с индексом доллара, от европейской валюты я принял решение пока что отказаться. В то же время не могу поставить на дальнейший рост, потому что понимаю, что покупать евро с учетом экономической конъюнктуры в еврозоне очень опасно. Но и не хочется дополнительно терять, если индекс доллара, слабость этого инструмента сохранится еще на ближайшей торговой сессии. В общем, выбирая между индексом доллара и европейской валюты против доллара, я пока что остановил свое внимание на индексе американской валюте, о котором уже рассказал. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!